Нет мотивации и не знаешь, как приступить к делам? Тогда досмотри это видео до конца, и тебе станет сразу все ясно. После этого видео ты добьешься любых высот. Досмотри, не забудь поставить лайк и подписаться на канал, если ты еще не подписан. Но начать я хочу вот с этого фрагмента. Вот еще кое-что, чего я не понимаю. Кассеты для повышения мотивации, книги для повышения мотивации. Что такое? Что-то вдруг понадобило всем дополнительной мотивации? Ведь все же просто. Вы либо хотите, либо нет. В чем загвоздка? К тому же, если вам хватило мотивации, чтобы пойти в магазин и купить эту книгу, может быть, вы уже достаточно мотивированы. Вам больше не нужна книга, положите ее на место, скажите клерку, я мотивирован, и пошли домой. Я пошел домой. Как вам? Мне кажется, он сказал больше, чем сотни бизнес-тренеров и мотиваторов вместе взятых. Ну а если не ясно, тогда смотри. В этом видео ты узнаешь, как работают или не работают техники мотивации и почему. Зачем от нас скрывают правду и чего хотят 99% всех тренеров личностного роста. Да смотри это видео до конца, тебя ждет очень интересная концовка. Многие из нас любят залипать на всевозможных мотивирующих статьях и видео, как-то 50 способов улучшить мотивацию, мотивация за 3 дня, мотивация за 24 часа, мотивация за 1 месяц и тому подобное. Что нам точно не говорят, так это то, что советы, изложенные в этих статьях, у этих же авторов попросту не сработали. Советы вроде умные, но применить их на деле не получается. Так в чем же дело? Причина очень проста. Мы сами не знаем, чего хотим. Да, мы видим часто успешных людей и думаем, что вот нам бы немного мотивации, и мы бы и не такие горы сдвинули. Но так ли это на самом деле? Проблема в том, что мы хотим вот так, по щучьему велению и мотивацию и результат. Запомните простое выражение и повторяйте его каждый раз, когда садитесь за любое дело. Лифт к успеху не работает. Используйте ступеньки, шаг за шагом. Нет понятия просто достигнуть успеха. Только ступеньки, шаг за шагом. И порой некоторые ступеньки очень сложны и заставляют вас переступать через себя и выходить из зоны комфорта. И есть еще одна неприятная новость. Часто вот именно этот путь к успеху вовсе не такой, как мы хотим его на самом деле видеть. Давайте разберем на конкретном примере. Задумали вы сделать крупный бизнес? Ну и насколько хватит 99% всех людей до первой сложности? Далее мы вернемся в зону комфорта и будем сидеть в разных пабликах, читая статейки. Одни будут искать поддержки в том, что это не так-то просто сделать, вот поднять такой проект. А другие будут читать посты Марка Цукерберга или Элона Маска о том, как те собрали волю в кулак и все-таки получилось. Так в чем же причина того, что мы так быстро отошли от своей мечты? А причина в том, что мы ничего подобного и не хотели. Нас зацепил и замотивировал чужой успех. Но сами мы к этому еще не готовы. Мы не готовы рисковать всеми нашими сбережениями, не готовы вставать в 4 часа утра и месяцами не вылезать из-за компьютера или из читальных залов, перелопачивая не паблики в ВК, а сложную информацию, которую нужно не просто прочесть, но и подстроить под себя. Так вот оно что, наши истинные желания совсем другие. Они даже начинают конфронтировать друг с другом. И мы понимаем, что нам не хватает воли. А что такое воля? Это жертва одного желания во имя другого, более важного желания. И тут возникает вопрос, а какое желание более важное? А что если они оба важны? А что если без одного, любого из них, мы почувствуем себя ущербным? Так как же нам решить эту проблему? Разберитесь в себе. Беремся лишь за те вещи, в которых мы уже специалисты, и медленно идем в этом направлении. Поверьте, если бы Марк Цукерберг умел программировать, как он это делает, но вместо Фейсбука решил бы сделать автомастерскую и создать сеть таких по всей Америке, у него бы скорее всего ничего не получилось, потому что его бы ждали разочарования от отсутствия профзнаний и опыта. На его пути возникали бы такие трудности, через которые он бы не переступил. Избегайте идти в том направлении, которое не ваше. И это логично. Разве можно выдумать желание и принудить себя его хотеть. Мы должны найти то, что наше. И наша дальнейшая жизнь это всего лишь развитие ощущений. Это мое или это точно не мое. Никогда не слушайте мнения других людей наподобие этого. У меня получилось, получится и у тебя. Если это не мое, у меня никогда не получится. И запомните, мы никогда не поможем себе дополнительной мотивацией, если это не наше. Делайте четкий анализ. Ощущайте внутреннюю радость или определяйте блоки сразу же. Исходя из этого, стройте путь к успеху. Подумайте, если бы Стива Джобса не окрыляла его идея по созданию компьютера нового поколения, разве стал бы он работать первое время себе в убыток, тратя свое время и свои деньги? А ведь он работал с утра до ночи, не получая одобрения и зарплаты. Кстати, очень важный момент, который следует осветить. Вопрос денег. Если наша единственная цель это деньги, то даже не начинайте создавать свое дело. Деньги это лишь инструмент в руках бизнесмена, но никогда не самоцель. В этом случае идите в хорошую контору, идите в медицину, в крайнем случае идите в политику. Там платят хорошие зарплаты. Но нам точно не место в бизнесе. Бизнес отторгает людей, которые живут лишь идеей денег. Но все же вернемся к вопросу мотивации. Итак, мотивация это не как заставить себя. Мотивация это то, как понять, что именно ваше. Ходите на всевозможные мастер-классы и слушайте. Это вам не помешает, но старайтесь думать не на горячую голову. Думайте холодным умом. И если холодный ум заставляет вас просыпаться в 4 часа утра и делать до поздней ночи что-либо, а поздней ночью вы еле доползаете до постели, ощущаете радость, значит вы нашли себя и свое дело. И помните, вовсе не обязательно создавать бизнес, чтобы быть счастливым. Вы можете быть художником или партнером, но вы ощущаете радость от этого, значит вы нашли себя. Ну и конечно же, как без эзотерической части, коли уж вы смотрите это видео на моем канале Мистика и Эзотерика. Для определения вашего пути вы должны хорошо уметь работать с вашей шестой и седьмой чакрой. Развитие этих двух чакр даст вам очень ясное ощущение того, по своему ли пути вы идете и не живете ли под копирку других. На сегодня мы не будем углубляться в теории чакр. Если вас интересует этот материал, загляните ко мне на канал. Сегодня я хотел донести до людей мои видения проблемы при насыщении мотивационными тренерами. Задача тренеров собрать как можно больше людей, которые разочаровались в своих силах. Верьте, если вы найдете себя с мотивацией, у вас не будет проблем. Лично я никогда не ходил и не пойду ни на один мотивационный мастер-класс, бо я знаю в сотни раз лучше всех тренеров, что мне нужно, а что нет. Друзья, оставайтесь здоровыми, развивайтесь и не бойтесь заглядывать в себя. И главное, не плывите против течения более одного месяца. Иначе вы рискуете вогнать это в привычку и стать заложником навязанных вам чужих желаний. Ваш сердце. Субтитры сделал DimaTorzok